добрый день уважаемые трейдеры сегодня у нас понедельник 16 декабря представляю вашему вниманию очередной обзор рынка от компании инстафорекс перед тем как приступить к обзору как обычно пробежимся по новостям скажу сразу я уже посмотрел новости и скажу в общем и целом так на этой неделе относительно без новостная то есть на прошлой неделе у нас была там и пресс-конференции и cb и ставка и инфляция по доллару и и пошлины чё только не было эта неделя как вы можете посмотреть по по красным оранжевым значкам высокой важности совсем небольшая единственно что завтра по австралии ночью будет волатильность ну и можно следить за выступлениями лагард и прочих политиков но на самом деле какие какой-то мощной статистики интересной на этой неделе не будет поэтому поэтому рынок скорее всего будет опираться с одной стороны на те данные которые были на прошлой неделе и единственное что на этой неделе интересно относительно будет в четверг это новости по по британии по процентной ставки но я очень сомневаюсь что не там что-то сейчас будет менять у них головняков хватает там со своими выборами брекистами и так далее поэтому я думаю не будет они лезть в в экономику и будет отыгрывать новости которые были на прошлой неделе так это собственно такой общий ну общий фон то есть каких-то значимых ключевых новостей на которые можно опираться на этой неделе ну кроме вот австралии и британии пока нет очень многие сейчас аналитики информагентства говорят о торговой сделки между сша и китаем что он достигнуто что все на позитиве естественно и сын пи растет и все счастливы но я на самом деле не сторонник такого такого таких рекомендаций до таких позитивных потому что на самом деле если копнуть глубже да вот в это соглашение там на самом деле ничего хорошего как бы нет да единственный позитивный момент из соглашения состоит в том что пошлины которые должны были вестись 15 декабря они они не будут введены и все понимаете и все то есть они просто как бы приостановили вот эту это движение по наклонной и сегодня кстати сделано небольшую статейку называется новогодняя сказка для инвесторов где по пунктам расписал что в этом соглашении будет и что означает каждое соглашение можете почитать аналитику вот ну в двух словах да что во первых официальное объявление будет только после нового года во вторых американцы отменяют только часть тариф не все отменяют на самом деле то есть не будут введены новые вот то есть сохраняются тарифы сохраняются да вот и снижают наполовину часть пошлинов на 120 миллиардов то есть на 250 сохраняются 25 процентов на 120 уменьшаются на наполовину вот а китай взамен на это обещает увеличить импорт сельхозпродукции данная 50 миллиардов долларов год там через два года но это обещание которое на самом деле может дать любая страна любой стране что угодно может что-то пообещать но как это на деле выполнять а напоминаю что впереди у нас выборы в штатах да это что подписывает час трамп сейчас поменяется президент и и кто это все будет соблюдать там или не соблюдать китайцы да прекрасно понимали просто тянут время поэтому вот эти вот эти увеличения обещания это какие товары по каким группам но я вас умоляю я четвертый момент китай что интересно он не отменил пошлины а отложил введение пошлины американские автомобили понимаете что интерес то есть они просто тянут тянут время и еще один пункт очень интересно мало кто говорит что китайцы не хотят обнародовать этот документ чтобы не придать его какой-то огласки то есть вообще чернуха это полная сигарет вот первая фаза там все счастливы когда будет вторая фаза вторая фаза после выборов двадцатого года представляете то есть а после это может и в двадцать первом и двадцать пятом и в тридцатом я на самом деле как бы я не против как бы это все классно и вот они все молодцы но если оставить вот сухой остаток то они просто отменили введение новых и все то есть они сначала всех напугали а потом сказать ну ладно не будем и что я не вижу здесь какого-то позитива на самом деле это утка такая вот утка да вот на фоне которой вот часа сын пи растет и я считаю что под новый год как бы набрать бы его в шорты чтобы поймать хороший импульс вниз когда все эти ожидания не оправдаются вот поэтому посмотрите статейка такая небольшая но она очень четко здесь нет воды просто числа на самом деле которые вы можете в принципе найти и сами но без воды без эмоций без ярких каких-то таких вбросов информационных вот видите какие вот к новости поэтому на что-то покупать или продавать посчитайте посмотрите сами что пообещали китайцы понимаете и что делают американцы все очень просто так давайте перейдем графиком что интересно поторговать на этой неделе что у нас вообще произошло значит что радует до еврик обновил экстремум октября месяца ложным пока пробоем и и остановился под ним да это было и давайте посмотрим на часть это было это обновление было не связано с китайским пошлина обновление было связано с ну фактически с парламент парламентскими выборами в великобритании потому что сама сам факт обновления произошел ночью как раз когда объявляли предварительные результаты голосования в парламент велика велика британии и поэтому обновление вот этого экстремума в нем ничего долларового как бы нет но да этот импульс произошел в сторону и фомочек в сторону всех бычьих импульсов и нас это очень радует то есть нам все равно на чем это произошло на главное что факт этого случился и наш трейдеры закрыли плюс а там по по 100 120 пунктов по четвертому знаку и слава богу то есть тренд очень четкий интересный что происходит сейчас сейчас после такого четкого пин бара который произошел на прошлой неделе рыночек потихонечку потихонечку откатывает что примечательно дело в том что двойное дно по d1 за которыми очень многие сейчас пытаются охотиться и видят пин бар по price action на дневках очень заманчивая такая зона в которую действительно рыночек очень очень с большим удовольствием может посетить вот этот минимум за два дня но дело в том что не у всех брокеров здесь двойное дно вы должны понимать что есть брокер у которых понедельник открывается в три часа ночи к примеру по москве есть брокеру который открывается в час ночи даже там или или того раньше поэтому вот эти минимумы они у всех разные поэтому будьте внимательны допустим у у каждого эти минимумы немного отличается это не говорит о том что там кто-то лучше или хуже это просто такая специфика вот поэтому вы вы должны это понимать и использовать свои торговли так что касается еврика естественно но позитивное настроение там евро до рост который был связан на импульсе все таки не говорит о том что из-за из-за фунта евро в моменте вырос обновил экстремума это произошло ночью дали это все поглотили это не очень хорошо но надо понимать что то что произошло ночью на на выборах это это позитивный сигнал для евро что все таки у них процесс сдвинулся с мертвой точки что как нам на этом заработать сейчас каких-то дальних целей для того чтобы покупать либо продавать евро относительно доллара нет да но если вы не работаете допустим с брокером по двойному дну по четвергу пятницы на понижение в площадку то это единственный единственная цель небольшая совсем тут порядка 30 40 пунктов по четвертому знаку будете участвовать в этом нет не знаю вот но я считаю что хорошая цель начинается хотя бы от 50 пунктов хотя бы с вероятностью один к одному поэтому я сторонник отложить пока этот инструмент и понаблюдать за более интересными инструментами с которым можно поработать так золото золото значит что интересно по золоту также был обновлен хай месяца это очень интересно вот так же произошло это 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 произошло на пошлинах вот давайте точно посмотрим на часть это было были заявления трампа и как раз выступнула пресс-конференция и cb вместе с лагард все произошло в одно время вот но в уже вечером в пятницу полностью ну скажем так нижних продавцов полностью откупили то есть получается такая такая ловушка вот в которой я честно говоря не собираюсь участвовать на дневках у нас получается зажатие такое для себя то есть бычий бар медвежий бычий то есть два быка зажали медведи и по идее тренд должен продолжиться наверх золото растет в том случае если слабеет американский доллар на мой взгляд экономика штатов сейчас ну скажем так напоминает мне такой воздушный пузырь там ли мыльный пузырь до который который накачивают деньгами это видно вот и в этом случае я я бы рекомендовал не занимать короткие позиции по золоту ну вот работать на повышение и к тому же на повышение у золота есть очень хорошие цели площадки октябрьские единственное что нет хороших пока сигналов для входа вот я думаю что именно вот последние вот последние две недели уходящего года которые мы входим до сегодня 16 число две недели с небольшим могут дать очень интересные точки для входа потому что последние две недели каждого года происходит так называемые разводные очень движения ралли и вот очень многие там банки пытаются там закрыть какие-то позиции плюсовые минусовые зафиксироваться там усередниться и в общем попытаться закрыть год в плюсе вот и на вот этих вот этой перед новогодней истерии эмоциях вот и каникулами новогодними многие трейдеры совершают большое количество ошибок я считаю что в это время трейдеры которые то дно торгуют скажем так долгосрок либо работают с инвестиционными счетами должны как минимум уменьшить объемы там раза в два до чтобы пережить вот это разводное время максимально безопасном кэше и относиться к сигналам наиболее придирчиво потому что потому что вот это время последние две недели особенно последние недели уходящего года полна сюрпризов можете проверить это на на графике так следующий инструмент которые многие ждут то что что будет с фунтом там фунт на на выборах улетел на 400 пунктов вот я подзаработал на движение вниз думаю как и многие те кто понимает что такое кульминация да очень мощное обычае движение и на обычном движении очень самый большой и гигантский бар и объем и при этом фунт обновил март месяц и все кто торгует пробои ложные пробои экстремумов естественно дернули по сотке по полторы на возврате к пробитому вот этому уровню после того как фунт пролетел почти 15 тысяч пунктов по пятому знаку вот поэтому я считаю что как бы крупных потенциалов опять же по этому инструменту нет надо следить за за экстремумом сейчас самый ключевый экстремум это минимум пятницы до после вот этого импульса минимум пятница котировочка 31 извиняюсь 3033 за 33 за круглым уровнем лежат деньги покупателей это естественно поэтому если фунт будет откатывать и давать возможность зайти в продажи в рамках какие-то более мелких таймфрамов я рекомендую бить по 133 то есть ставить туда свои тейк профиты и отстапливать покупатели которые думают что это начало тенденции фонд будет продолжать расти опять же если вы посмотрите это никак не начало тенденции это как минимум ее кульминации ну с другой стороны то что все-таки там они наконец-то сформировали большинство в парламенте там консерваторы все это хорошо вот но это не говорит что в экономике британии все хорошо и даже фактически там выход из евросоюза обернется для британии супер благами какими или благами если вы хотите вот поэтому вот этот позитив мне кажется он такой более эмоциональный нежели нежели какой-то торговый долгосрочный но представьте себя например сейчас ну каким-то там управляющим это банком да и вы сейчас читаете новости вот фунт там вырос на на выборах да вот что говорит о том что вот все-таки брексит уже ну скажем так подходит к своему логическому концу и что и что я должен сейчас покупать фунт по там ну по после вот этого импульса по 35 что ли по 1 35 это это нормально вообще нет что британия станет великой империи и начнет опять свою колониальную деятельность после этого ты ничего вообще не изменится ну вот у меня знакомая великобритании и вот и они говорят что бизнес-центры пустые стоят понимаете все оттуда посъехали уже потому что вот эта вся чехарда это неопределенность уже всем надоело вот и этот выход да он ничего хорошего ничего не даст понимаете поэтому я считаю что вот что я вижу по британцу в первую очередь если он вырастет опять и пробьет 35 его буду с удовольствием продавать особенно если он оставит долги по 33 соответственно между 35 и 33 есть хороший зазор в 200 пунктов по четвертому знаку почему их не забрать понимаешь что рынок перегрет и перетянуты как струна и фунт уже прошел 15 тысяч пунктов то есть у меня такой взгляд на него то есть я отчасти заработал что его продал прям в ночь после замедления от сильного роста 400 пунктов но взял там пунктов 200 закрыл его вот но это такие моменты которые бывают несколько раз в год а то и там один два раза в год я очень четко отслеживаю как профессиональный трейдер и надеюсь вы этим тоже будете пользоваться так что интересно еще очень интересный инструмент доллар канадец вот и я считаю что один из самых потенциальных инструментов на снижение я давно говорил про уровень 1 1 и 3 по канаде вот и канадец туда идет всеми мильными дневными шагами вот это очень хорошая цель зацепиться самому мне туда не удалось но если будут откаты какие-то провокации наверх я буду стремиться убрать этот инструмент вниз и после хорошего хорошие протяжечки работать его обратку потому что он такой очень шумный товарищ с ним можно работать в обе стороны так что еще а так хотел еще показать и сын пи сын пи индексы так до возвращаясь вот возвращаясь к сделочкам торговой сделки до которая которая пока только на словах напоминаю что и сомпи сейчас у нас три тысячи и там 165 очень многие аналитики предрекают черных лебедей в новый год там новогодние праздники и так далее как на этом можно заработать вы можете набрать сомпи на росте в шорт сеткой отложенных ордеров ну небольшими объемами естественно на на обвал к примерно в в ближайший уровень там поддержки сопротивления кто знает что это такое по ну по три тысячи к примеру да ну к примеру вы продаете там примерно сотними частями объема частями объема вот через каждое там определенное количество пунктов там ну к примеру там опять же по четвертому знаку там ну если мы округлим там через каждые 500 пунктов продаете его там по одной сотой одной десятой и тейк у вас на на трех тысячах ну примерно закладываете на это 500 долларов 1000 долларов да если не идет закрывать если идет take profit по три тысячи будет вполне 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 оправдан вот потому что сомпи как как это ни странно но довольно довольно техничный инструмент и все понимают что 3000 это очень хороший уровень как минимум для покупок то есть если вы сейчас хотите купить например и вы какой-то инвестор такой ну серьезный вы не будете покупать о сомпи на хаях вы поставите лимит лимитник на три тысячи да и будете ждать когда рынок обвалит и вы купите дешевле это нормально вот поэтому а мы на трех тысячах можем закрыть прибыль вот от падения вот мощных каких-то фиксации на перегретом американском рынке вот у которого не все так хорошо как многие считают и я об этом еще буду рассказывать том числе и своих следующих статьях так там по четвертому знаку примерно там шесть тысяч пунктов последнее время он обвалился на четыре тысячи до уже двести соответственно с четырех там до шести семьи через каждые примерно сто пунктов его можно набирать в ланге на возврат вот этот возврат может произойти в любой момент вот но это дневные движения вы должны понимать что вы если вы работаете в таких ну в рамках такого сеточного метода то вы допустим набираете в одном месяце разгружаете во втором либо в третьем вот вы должны понимать что будут свопы и вам надо будет с ними бороться каким образом очень просто вы можете открыть без своповый счет и платить только комиссию за сделку при этом держать сделку даже годами ничего не платя это такой лайфхак для вас мало кто знает потому что такую долгосрочную торговлю из мелких трейдеров мало кто практикует но она очень прибыльная на стабильная и скажем так такой метод торговли привлекает инвестиции и я надеюсь что вы воспользуетесь тем методом и будете зарабатывать деньги не только себе так в принципе в принципе пока на этом на этом у меня пока все посмотрите статью на на сайте компанией инстафорекс надеюсь надеюсь она откроет вам глаза на реальную суть вещей который сейчас происходит между сделкой на сша и китаем по торговым пошлинам в принципе на этом у меня все до встречи на завтрашнем обзоре всем спасибо и пока